Сотрудники коммунальных служб, несмотря на сильную занятость, находят время для того, чтобы поиграть в КВН. Подобные события проходят в Нижнем Новгороде уже во второй раз. Соревновались между собой четыре команды из столицы Приволжья. Это Канавинский, Советский, Нижегородский и Московский районы и одна команда из Кстовского района. В составе игроков специалисты дуков и активные жители. В жюри в основном председатели советов многоквартирных домов. Они серьезно подошли к судейству. Я обращать буду внимание на все. Я по профессии учитель, и поэтому у меня как бы взгляды учительские на все есть. Буду обращать внимание на все. И поблажек никаких не будет. Конкурс состоит из трех частей. Визитка, музыкальные испытания и видеоконкурс. Участники шутят на разные темы, иронизируют над рабочими моментами. Срок исполнения заявки заканчивается. Так же говорят о насущном. Организаторы считают, что КВН не только развлечение, но и способ преодолеть барьеры в общении с коллегами, и главное, с жителями. Это очень сплочает команду. Вместе придумываем номера, вместе придумываем шутки. Жители становятся ближе и изнутри уже видят нашу работу. Я думаю, что такие мероприятия очень полезны. Это сближает очень нас с Дуком, потому что в Дуке работают творческие, очень умные, очень веселые ребята. И это продлевает жизнь и нам, и, надеюсь, дает оптимизм и им в том, что наше дальнейшее сотрудничество продолжится. У каждой команды КВН должны быть свои фанаты. Коммунальщики поддерживают эту традицию. Зал полон активных болельщиков. У нас самая большая группа поддержки в зале. В том году у нас было много жителей и председателей, а в этом году у нас еще больше. То ли поддержка болельщиков помогла, то ли действительно получилось смешно, но команда от Нижегородского района одержала победу в игре. Второе и третье место заняли участники из Кстовского района и Советского в Нижнем Новгороде.